Делать историю с букетом, но при этом девочкам не надо, недостаточно, я считаю, выйти и веник поймать. Надо как-то включить голову и понять, что происходит. Потому что ты же женишься, ну, сейчас не потому, что ты веник поймала. Я поймала. Поймала? Так, все, отменяем эту идею. Все-таки работает, оказывается. Лей верила. Конечно, это же святой процесс. Но мы возвращаемся к здравому смыслу. То есть мы показываем идею, что фишка не в ритуале или в обряде, а в том, что за этим смыслом стоит. То есть каравай тоже хорошая штука, но фишка не в хлебе и соли, а в том, что вас благословляют родители, вы заходите в дом, потому что ресторан для всех на 6 часов будет домом. У меня сейчас дедушка у моей будущей жены, мы приехали ему рассказать, что у нас свадьба будет. Он такой, ну, молодцы, молодцы. Сколько гостей будет? Мы такие, ну, человек 150. Ой-коп. А как у них дома-то у вас не влезут в ладошки-то? Потому что, ну, вот у старших до сих пор идея, что дом должен быть. У нас тоже сказали, вот, а в Мирославе даже не месяц, да? Ну, вы подготовитесь, у вас через год. Ну, вот. Что там? Ну, короче, есть вот ритуалы, обряды и традиции. Мы из них берем смысл, возвращаем этот смысл, чтобы... Потому что, если вы не понимаете, что происходит, и гости не понимают, что происходит, этого лучше вообще не надо делать. И мы это обшучиваем, опять же. То есть мы имеем право над этим пошутить, потому что, опять же, чувство юмора – это деликатность. Пожалуйста, быть над ситуацией. То есть мы шутим на тему того, что, там, Дим, ну, вот, не было же такой идеи, что к тебе родственники на смотрины приходили. Родные Кати такие приперли все. Ну-ка так, открывай ворота, давай сейчас там сапоги сукно по сундукам, что там есть у тебя, ну-ка. Не было, да? Ну, счет банковский проверили, тоже молодцы. Видите, шутка. Она бахнула, и там она точно так же бахнет. То есть родственники такие, они просто... Нам нужно срастить идею, что мы сейчас не про вот древние обряды, а мы про смысл этого. Ну, это не современно, ладно, что-то же, да. Мы все это прикручиваем к реальной реальности. Вам жить потом. Вам жить, существовать, сражать детей, ипотеку платить, если не дай бог. То есть они вас будут наставлять, благословлять и желать что-то, а не поздравлять. Разница в том, что тот тамада, который сказал гостям «поздравляйте», это человек, загубивший мероприятие. Потому что 20 раз подряд «поздравляйте», поздравить смысл здоровья пожелать. Поздравить, все нормально. Я пожелал, как ты просил. А получается тупилова. А нужно, чтобы они чувства свои раскрывали. И для этого мы создаем атмосферу доверия. Мы говорим о том, что здесь можно. Мы с самого начала прикручиваем ценности, ну, маленькими шоу-штучками. То есть гости будут думать, что музыка им понравится, потому что есть там интерактив, который музыку выбирает. Но они будут понимать, что я им не угрожаю, что я и без них разберусь, у меня и без них шоу здесь будет нормальное. Я один шесть часов могу качать движуху. Если вы хотите, участвуйте. Не хотите, вас заставлять никто не будет. Мы даже с самого начала объявляем открытый микрофон. Мы говорим о том, что у нас нет списка выступающих. Что я там вдруг, как черт из табакерки, перед вами с микрофоном появлюсь и скажу, «Ха-ха, а теперь ты, иди позойся». Попался. То есть, ну, просто если вы почувствовали, что вы хотите это сделать, вы мне намекаете, я сразу все вам остановлю и организую атмосферу, чтобы было вот про вас. Единственное, кого я приглашаю, это родители. И то я их приглашаю, но даже можно не говорить ничего, потому что я их приглашаю в процесс. Там есть история с, ну, условно ее называют очаг. Это вообще не про свечки. Очаг можно и без свечек сделать, потому что есть там смысл процесса. Это расчехлить ваших мам с вами, что у вас, ну, все, вы взрослые, они свободны. Вот. Расчехлить идею, что мамы вообще в принципе реализовались, да, потому что родители реализуются в этот момент. Они все, ну, вот, у вас семья теперь, теперь вы и дальше делаете. Они уже завершили свой круг. Теперь они свободны в каком-то смысле, им еще с этим самим осознаваться надо. Типа, а что тебе делать-то? Вот. То есть, ждуков, внуков ждайте, все нормально. Вот. И там есть история несколько. Первое – это объединение рода. Там такой процесс, он очень сентиментальный. У меня, мы его проводим стабильно, сто процентов, каждый раз. Он имеет значение на мероприятии. И он такой эмоциональный, в него вшита история про пять языков любви. И в конце там такая масса обнимашка, короче, вас любят, мы это все знаем. И об этом мы там проговорили через рот, словами. Все очень эмоционально. И после этого такой накал вот этих эмоций, что нужно просто оставлять вот вас в этой истории. Там музыка, какое-то рождение, оброждение. Потому что, ну, минут 20 надо там побыть, потому что это все очень настоящее. И вот на свадьбе, в очень бюджетная свадьба, там, один из спортсменов у нас, ну, они даже не свадьбы, это было венчание, торжественное венчание после восьми лет брака. 23 гостя, больше, почти 3 миллиона бюджет, то есть очень большой вклад на каждого присутствующего. И вот мама этого спортсмена после вот этой эмоциональной части, она подходит к нам, я стою с диджеем, она подходит и говорит, Михаил, что вы делаете? Так нельзя же, ну что же вы, Михаил, вы просто монстр, ну как так-то, ну что, зачем вы так-то? Я говорю, так, все спокойно, садимся, давайте водички попьем, что случилось, рассказывайте. Я говорю, ну как, ну что же вы делаете там, мы же все плачем там, вообще же, как бы, что вы там делаете-то? Я говорю, ну вам понравилось? Очень понравилось, ну вот мы же плачем же, зачем так-то? Я говорю, вот об этом история, то есть эмоции, они, вот фильм хороший, если мы смотрим, там вот что-то настронуло, а где-то мы прямо от души поржали, это хороший фильм уже, фига-то, не зря 180 рублей, да, сколько сейчас кинул. Книга тоже там несколько, ну что, дешевая, я скажу, да? Да, мне кажется, да, ну и она, про лесник сидит. Что по времени? Нет, там, нет времени больше зависит.